Улица Бурцева. Здесь лишились госномеров сразу несколько автовладельцев. Сергей Крайнов обнаружил пропажу утром, когда собирался на экзамен. Неизвестные оставили записку. Якобы то, что я потерял номера. И также было написано, что я должен перечислить 2000 рублей через банкомат. На такой-то номер. И внизу была подпись «Плодотворительный фонд охраны защиты природы». Владелец машины сразу обратился в полицию. Деньги перечислять не стал. То же самое сделал и Владимир Теплов, который живет в соседнем доме. Причем машина, в отличие от предыдущего случая, оборудована сигнализацией. Но она не сработала. В 10 утра выглянул в окно, увидел на лобовом стекле бумажку А4, листочек. Сначала не понял, что это такое. Думаю, выйду, посмотрю. А потом вышел, смотрю, номеров нет. Думал, сначала только передний сняли, а сзади уже обошел, оказывается, и заднего номера тоже нет. Вот саморезы, крепеж лежали прямо здесь же, на снегу, возле машины. Машина стоит под окнами. Но даже соседи на первом этаже ничего подозрительного не видели и не слышали. Вроде никогда не было такого от тебя. На Химаше за ночь произошло шесть таких случаев, но в трех автовладельцы свои госномера нашли в снегу. Четыре факта зарегистрированы в СОС в городе. Мошенникам деньги пока никто не перечислил. Водители говорят, лучше восстановить номера за деньги официально, чем отдавать их неизвестно кому и быть обманутыми. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Новости Димитровграда.